Доброе утро, с вами брокерская компания KIT Finance, меня зовут Олег Крот, я представляю ваше внимание, брифинг ставки сделан. Сегодняшний брифинг называется «Жертва Day Trader 2». Мы решили сделать серию брифингов, посвященную торговле интродэй внутри дня. Там будут показаны некоторые модели для того, чтобы лучше ориентировались, как не попасть на различные разводки участников рынка крупных, для того, чтобы заходить по более лучшим ценам в те же даже среднесрочные поддельцы. Что касается рынков, сегодня довольно-таки важный день, как и завтра. Сегодня будет размещение долговых облигаций Италии, все будут за этим очень пристально следить. По моему мнению, какого-то серьезного негатива там не будет. Почему? Потому что основные размещения американские прошли, сегодня будут размещаться 30-летки, но на 30-летки, с учетом, что дерация большая, там нет смысла, они не так реагируют, скажем, на краткосрочные изменения рынка. Поэтому сегодняшнее повышение доходности облигаций Италии особенно никакого влияния сильно на 30-летки не окажет. Поэтому с большой вероятностью все удачно более-менее пройдет у итальянцев, даже несмотря на то, что ЕСБ не имеет права участвовать в первичном размещении. Поэтому я думаю, более-менее спокойно там все будет. Давайте перейдем на графики. Посмотрим, что там по технике происходит. Так, начнем с индекса ММВБ. Как вы помните, вчера мы говорили о том, что рынок пытается развернуться вот в этой зоне, но для того, чтобы технически подтвердить разворот и нам начинать покупки акций, мы должны пройти уровень 1520. Такое ощущение, что так называемый кукол тоже смотрит наши брифинги, и по этой причине ровно от уровня 1520 мы развернулись вниз, не прошли мы этот уровень. Поэтому мы пока ничего не покупали, просто смотрим за ситуацией. Да, что-то я пропустил в западной рынке, давайте тогда на них перейдем, потом вернемся к нашим привык уже с Эдуардом работать. Так, вот что касается S&P, по технике пока идет коррекция вот этого падающего тренда, откорректироваться можем в район до 1480, там уже будет момент истины. Если мы проходим эти уровни, то там вполне реально мы пойдем пробивать вот эти хаи. триггер, причина, ну возможно намеки на КУЕ 24 апреля, когда будет заседание ФРС, и под это рынки могут подрастать. Если же мы продолжим торговаться в этой зоне, то там будем смотреть варианты, пока мы по S&P шарпе не открываем, смотрим варианты для ланга, но пока рано. А нефть, как вы помните, вот этот коридор, все его помнят, видят хорошо. Сейчас, но он здесь такой размазанный, сейчас мы попытались откорректироваться к нему, его нижней границе 121, но пока нефть очень слабо себя чувствует. Одна из причин это то, что в субботу будут переговоры по Ирану, ООН, и многие считают, игроки, что более-менее там все спокойно пройдет. Я тоже так считаю, почему? Потому что выборы в Иране уже прошли, американские выборы еще впереди, поэтому тем же американцам невыгодно сейчас накалять обстановку, разгонять те цены на нефть в преддверии своих выборов. Можете представить, что у них будет, какие цены на бензин летом, и как будут довольны в кавычках избиратели. Поэтому, скорее всего, нефть пока где-то здесь будет находиться, но в случае, если идет возврат выше 122, мы будем смотреть варианты для покупки. С точки зрения долгосрочных каких-то действий по нефти, то прохождение уровня 115 очень неприятный сигнал для нефти, поэтому там уже о покупках мы можем будет совсем забыть. Поэтому пока смотрим, тоже здесь такой коридор может получиться, куда из него нефть выйдет, в ту сторону и будем торговать. Золото мне очень нравится. Нравится тем, что, несмотря на тот негатив, который здесь искусственно раздували в последние дни, золото довольно-таки неплохо выглядит. Я думаю, что это одна из причин, по которой, ну, золото как минимум... Причина основная в том, что риск ухода ликвидности с рынка сейчас минимальный, так оценивается игроками, и по этой причине золото находится вот в середине своего зеркального коридора, и пока здесь он находится, краткосрочные позиции противопоказаны, потому что будет вышибать на стопы. Но долгосрочные, это от вангов, начать с портфеля маленькую, со стопом ниже вот этого уровня. По евро, у нас здесь треугольничек расширяющийся, получается, куда его пробьем, туда и выйдем. Но пока тоже мы в рамках этого треугольника, ничего интересного нет. Так как выборы в Европе у нас, в Европе, в Афанции будут 22 апреля, поэтому поддержка стороны ЕЦБ, я думаю, здесь будет, для того, чтобы выборы прошли спокойно. И, скорее всего, здесь мы пока и останемся. Поэтому по евро тоже пока без позиции. Так, про МВБ кратко уже рассказал, про наши акции. Сегодня, кстати, будет ночью отчетность Google. Аналитики ждут, что отчетность будет хорошая. Поэтому, возможно, будет предпринята еще одна попытка пройти уровень 1520. Вот тогда приступим к покупкам. Что касается конкретных акций, Газпром продолжает себя очень слабо чувствовать. Здесь уже у нас нарисовался довольно-таки красивый коридор. Что бывает по Газпрому довольно-таки редко. Поэтому посмотрим, как мы будем проходить наверх. Шартов по-прежнему пока не работаем. По Сберу завтра будет закрытие реестра. Вчера я советовал тем, кто из Сберы не вышел, уходить на закрытие шартов перед закрытием реестра. Но, в принципе, я думаю, люди не пожалели, кто вышел. Пока по Сберу тоже мы без позиции. По Норникелю здесь видно по графику, что все очень грустно. Поэтому пока без комментариев. Лукойл выглядит получше других инструментов. Вчера он фактически единственный, кто очень неплох, подрос на 1,5%. Как вы помните, я говорил, что спрос в Лукойле появился с этого уровня. Пошло движение наверх, в то время как другие акции были на минимумах. Здесь очень четко спрос проявлялся. И что позволило выдернуть акции еще выше. Вот сейчас по Лукойлу происходит тестирование этого пробитого уровня. И если мы удержимся выше и пойдем опять вот сюда, то можно будет заходить в краткосрочный Лукойл. Но это такой, скажем, не вход именно только по Лукойлу. За счет того, что акции очень сильно выглядят по индексу и по другим акциям. Я уже говорил, что надо ждать подтверждения. А вот по Лукойлу, если будет попытка выхода вот к этим уровням, с небольшим стопом можно попробовать зайти. Ну, там небольшую часть позиции. Роснефть, ну, здесь тоже все понятно. Уже Норникель напоминает. Ну и ВТБ тоже пока рекомендации нет. По индексу, по фьючерсу РТС. Вчера мы говорили о том, что если будет выход вот к этим уровням и откат, то можно делать покупки. Но я хотел дождаться подтверждения. Начинаете на коррекции делать покупки. Но я хочу все-таки дождаться подтверждения по ММВБ. Почему? Потому что этот рост был сейчас связан еще. И то, что РТС держится довольно-таки неплохо. из-за рубля. Рубль укрепился сегодня. И поэтому сегодня фьючерс так неплохо держится. Но индекс, акция пока не подтверждает эту силу. Поэтому пока мы покупать не будем. Посмотрим, как события будут развиваться. Но если что-то здесь и делать, то от покупки. Для тех, кто в фьючерс РТС что-то будет делать. Давайте покажу картинку, как происходит торговля по фьючерсу у нас внутри дня. Вот в 10 минутке. Смотрим. Здесь мы видим, рынок снижается. Начались увеличиваться открытия позиции. Я думаю, и было видно, что с этих уровней по объему, если смотреть, то есть нейтральная была ситуация. То есть срабатывали стопы тех, кто под этим уровнем их выставлял. В то же время шли покупки. Поэтому с точки зрения, скажем так, Дельт, там все было более-менее спокойно. Вот здесь объем у нас увеличился. То есть что произошло дальше? Дальше рынок начинает подрастать. И видим вот такую свечку на открытии Европы. Фактически здесь она в 11 часов. Где на этой свечке у нас позиции находятся на этом уровне. То есть что происходит? Происходит набор крупных позиций в лонг. Ну крупных я имею ввиду для текущего движения в лонг. В то же время вышибаются стопы тех, кто рассчитывал на пробой уровня 57 вот здесь. Стопы этих краткосрочных трейдеров вышибаются, набираются лонг. Вот на этом баре вообще очень красиво видно пин-бар с большим объемом при том, что открытые позиции сохранились на уровне. То есть здесь еще вот эти позиции, которые набирались у этих уровней, здесь они продолжают закрываться и идет набор лонга. В итоге у нас открытые позиции в районе нуля получились. Объем огромный. Ну а дальше мы видим для чего все это делалось. Для того, чтобы вышибить вот эти стопы, вот они здесь вышибаются и идет закрытие вот этой позиции, которые набирались вот с этих уровней оба шортистов. Поэтому, как видим, здесь тоже, несмотря на огромный объем, ну такой хороший объем у всех этих уровней, здесь позиции не увеличиваются. То есть, о чем это говорит? О том, что если вы видите, что у каких-то серьезных уровней, как, скажем, примитивное такое использование, начинает резко увеличиваться объем открытых позиции, это говорит о том, что с большой вероятностью этот уровень попробуют пробить, вышибить там стопы. Вот такая схемка. Ну и еще одна чем-то похожая картинка. Шел тренд падающий. Здесь мы видим, что с утра мы открылись гэпом, но квик это не показывает. Гэпом открылись. И пошли наверх. Что происходит дальше? Дальше идет имитация, скажем, ну там немножко фьючерс стали, S&P снижаться, но не так глобально. Дальше идет имитация того, что тренд продолжается, то есть, вышибаются стопы. Огромный объем мы видим, вышибаются стопы тех, кто вот здесь заходил, кто-то в шорт присоединяется. Огромный объем, он до того большой, что даже здесь у нас открытые позиции, уровень вырос. То есть, здесь очень большое количество участников верили в продолжение падения и открыли здесь шорты. Вот на следующем баре мы видим, что объем также большой и уже открытые позиции на том же уровне. То есть, здесь продолжается набор, это барон разворотный, набор лонгов и открытие шортов тех, кто верит в продолжение этого тренда. Ну а дальше все, картинка пошла, довольно-таки красивый верх и где продолжался набор лонгов, открытие шортов тех, кто до сих пор верит в счастливое будущее в падении. Ну и здесь мы уже видим, вот с этих уровней эти шорты начали постепенно закрываться, оба лонги, которые открывались с этих уровней. Поэтому, ну примерно такая схемка, периодически такие схемки появляются и можно использовать. Сегодня, с утра, что сегодня с утра про открытые позиции, идет закрытие лонгов тех, кто верил в какой-то дальнейший рост, прям сразу с текущих уровней. Либо вот кто вот здесь пытался открывать, вот здесь мы это видим. Ну а дальше, пока ничего интересного я здесь не вижу. Я не вижу, что здесь открываются какие-то позиции там шорт, лонг, скорее всего рынок пока в баковике где-то останется. Так, ну и что касается фьючерс РТС, но продолжаю считать, что если работать, то от лонга. Так, задним числом. Так, ну то, что да, вопрос, что все, что вы говорите, это интересно, это произошло задним числом, проанализируйте, что будет сегодня. Я показываю модели, которые были, да. Понятно, что эти модели начинают рисоваться с утра. А брифинг у нас в 11, пока они нарисуются, я по-любому буду про них задним числом рассказывать. Потому что для того, чтобы понять, что будет, нужно, чтобы прошло 2-3 часа хотя бы. Вот, то, что будет сегодня, я сказал, что сегодня никаких моделей пока интересных нет. То есть идет просто закрытие позиции, поэтому пока так. Наверное, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. До завтра. Ждем по МВБ пробить уровень 1520 и будем смотреть варианты какие-то. Но по фьючерсу РТС, наверное, ничего такого интересного пока всем не будет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok